Директор наших школ Николай Таверовский просил передать, что заканчивается запись на его курс «Управление проектом людьми с собой 2.0», который начнется 16 июня. Это новая версия самого полезного курса о том, как запускать проекты срок, не жертвуя качеством. Лекции сняты с улучшенной картинкой звуком, они стали короче, но включают новые темы о лидерстве, делегировании, о принципе заряженного ружья и о многом другом. На видеоконференциях станет больше разборов и внимания участникам, потому что преподавателю больше не придется рассказывать новые темы, ведь они уже есть в лекциях. Отдельная фишка – сообщество управленцев, которое выросло за 10 лет курса, которые дают друг другу совет и даже при желании участвуют в видеоконференциях последующих курсов. Курс управления проектами людьми с собой состоит из трех частей. Управление проектами, как запустить продукт срок, не увеличивая бюджет, не жертвуя качеством. Управление людьми, как принять задачу от клиента и работать с его замечаниями, как делегировать задачу исполнителю и добиться результата срок. И, наконец, управление собой, как построить свой профессиональный рост, как запланировать ежедневные дела и как выбрать путь в сторону полезного действия. Кстати, на курсе бюро теперь можно записаться в кредит за две минуты. Сегодня ежемесячный платеж будет около 2,5 тысяч рублей. Запись на курс открыта до субботы 15 июня, количество мест ограничено, поэтому советую поторопиться. Чтобы записаться на курс, переходите по ссылке на экране или в описании к этому ролику. Артем Смирнов. Здравствуйте, здравствуйте, Артем. Порой настигает тоска и грусть, и появляется желание уйти из профессии и больше не быть дизайнером. Это усталость или так бывает? Артем, к сожалению, вы не дали никакой информации о том, почему у вас это возникает. И, конечно же, это может быть усталость. И, конечно же, так бывает. И это не или, а это может быть и и, и может быть что-то другое. Третье. К сожалению, я в вашем случае не знаю. Но, конечно же, я бы на вашем месте, прежде чем принимать такие далеко идущие решения, решения, имеющие последствия для всей вашей жизни в будущей, я бы сначала подумал, а что, собственно, конкретно вас так печалит и грустит у вас? И что не так с профессией дизайнера для вас? То есть, может быть, это какие-то, не знаю, там корпоративные игры в месте, где вы работаете. Ну, тогда, может быть, надо просто поменять, не знаю, место большой компании, например, в каком-нибудь прекрасном бюро. У меня есть мысль, однако, где, например, не бывает никаких корпоративных игр, где есть полно пространства для роста профессионального. А может быть, вам надоело заниматься каким-то одним и тем же видом дизайна, но быть дизайнером означает вообще, в принципе, заниматься чем угодно и чем хочется, и проектировать, и выдумывать, и совершенно нет никаких ограничений. То есть, возможно, вам надо сделать какой-то шаг в сторону. Не обязательно это связано со сменой работы. Может быть, вам надо пойти в какую-то, не знаю, школу на какой-то курс. А может быть, вам надо завести какой-то свой проект. А может, вам нужно какое-нибудь соседнее хобби завести. Потому, что, например, там та же музыка абсолютно с дизайном связана, на мой взгляд, вообще напрямую. Соответственно, всякое может быть. Что посоветовать вам? Не знаю. Наверное, только подумать, поанализировать и уже дальше решать. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. В тексте компании у вас написано, что удобный интерфейс и красивая упаковка не гарантируют успех. Это правда. Так написано, и так в этом и верим. А в основе успешного продукта, работоспособная система. Что это за работоспособная система? Разве за такое может отвечать дизайн? Это не работа маркетинга или продукта? Андрей, работоспособная система, это, собственно говоря, естественно, это в первую очередь, конечно, некая абстракция. Но слово продукт, это, конечно же, тоже абстракция. То есть, мы всегда предполагаем, что продукт – это некая система, в которой, естественно, связано, имеет много уровней, и которая связана и с клиентами, и с теми, кто этот продукт производит, и с теми, кто его продвигает, и с каналами продаж. То есть, это сложная система. А что значит, что она работоспособная? Это значит, что она, ну, как минимум, во-первых, она приносит пользу. То есть, она выполняет обещание, которое дает. Соответственно, при этом в этой системе есть нужные ресурсы. То есть, это значит, что, собственно, для того, чтобы это полезное действие работалось, есть какой-то источник энергии, и есть, соответственно, не знаю, материалы для того, чтобы этот продукт работал, производился. Это могут быть и физические материалы, это могут быть информационные материалы. И, конечно же, есть, собственно, люди, которые могут каким-то образом узнать об этом продукте, и которым он может быть интересен, и, соответственно, у которых есть деньги для того, чтобы это дело этим продуктом воспользоваться. Ну, и на самом деле, можно об этом говорить долго, потому что я в свое время сформулировал там четыре неких свойства, которые есть, на мой взгляд, у любой работоспособной системы. Если вам интересно, это вот почитайте, поищите в советах по слову FIRE. Вот. А, собственно, по поводу того, что разве может за это отвечать дизайн, и не работали это маркетинг или продукты, то есть, ну, тут как бы ответ очень простой, потому что за работоспособность продукта, конечно же, зависит от всех, кто им занимается. И, конечно, и продукт-менеджер, и маркетинг, и дизайнер, и разработчик, и, конечно же, предприниматель, который этот продукт придумал. Естественно, все они отвечают за его работоспособность. Но при этом от чего это за работоспособность зависит? Естественно, в первую очередь, именно от дизайна, от того, как придумана эта система. И в этом плане, естественно, для меня вопрос, может ли за это отвечать дизайн, и дизайнер, бессмысленно. Потому что, во-первых, это именно дизайн, это именно основа системы. Пусть это не обязательно связан дизайн с резорванием картинок или каких-то штук, но это именно дизайн в смысле понимания, как спланировать именно поток ресурсов в этой системе, как это спроектировать, чтобы эту штуку по-инженерному, чтобы она действительно могла работать. Соответственно, во-первых, это дизайн. Во-вторых, в бюро, например, не принято ставить какие-то границы с ответственностью. То есть, мы, если к чему-то имеем отношение, то мы считаем, что мы так или иначе в ответе за все. Если мы видим, что что-то в продукте или в проекте не так, мы считаем своим долгом об этом, как минимум, сказать и обратить на это внимание, если это угрожает, на наш взгляд, успеху проекта. То есть, мы обязательно с клиентом поговорим. Но при этом, естественно, никто не говорит о том, что мы можем повлиять на все на свете. То есть, на любой аспект. Конечно же, где-то, во-первых, мы можем не иметь влияния, где-то нам могут не дать этого влияния. И, конечно же, отвечать целиком за успех чужого продукта, естественно, в этом смысле невозможно. Но, как минимум, если к вам приходит новый клиент и рассказывает о том, что он там замыслил, как минимум вы можете сами оценить работоспособность возможную потенциальную системы. И если есть явно какие-то признаки, которые указывают на то, что этот продукт совершенно точно не взлетит для вас, и вы в этом уверены. Соответственно, мы, например, для себя решаем, что мы в таких проектах не участвуем, для того, чтобы просто не тратить зря деньги клиента. И это, как минимум, в таком формате нам сильно помогает. Не ввязываться в какие-то непонятные авантюры. Александр. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Я начинающий веб-дизайнер. Не могу никак понять, в каком случае я имею дело с кнопкой, а в каком со ссылкой для того, чтобы их правильно оформлять. Как я поняла, если действие сразу выполняется, это кнопка, а вот когда сначала нажимаешь, и действие не сразу происходит, а сначала модальное окно открывается, и в нем уже кнопка действия, то это ссылка, так как пользователь не оперирует данными напрямую, но может ожидать изменения состояния интерфейса для дальнейшего выполнения этой задачи. То есть это навигация. Но где-то я видела, что пишут, что это тоже кнопка, меня это запутало. Помогите разобраться, верно ли я определила, где скопировать, там сразу копируется, где инструкция, там окно вылазит с инструкции, кнопка скопировать, где добавить ребенка, модальное окно с полями и кнопкой добавить. Последний абзац я не совсем понял, но, Александр, действительно, мне кажется, есть некая путаница в том, что вы объясняете, потому что на самом деле это не две вещи, а это три разные вещи. Но для начала мы их разделим на две с вами большие группы. Кнопка по умолчанию, это действие, команда. То есть, если команда связана именно с каким-то действием, с каким-то глаголом, или с каким-то именно с целью, или с каким-то процессом и результатом, который вы хотите получить, то это именно, конечно же, кнопка и это действие. Вот. Это пункт соображения номер один. И при этом, конечно же, когда у вас есть кнопка с действием, это не значит, что действие обязаны совершаться сразу при нажатии на эту кнопку. Потому что вы, конечно же, в любой программе видели кнопку в меню файла «Открыть» или «Сохранить как», и там всегда есть многоточие, и это именно кнопка может быть, а может быть кнопка на тулбаре и так далее. То есть, очевидно, что это именно команда, но она действительно отложена, потому что при нажатии у вас появляется какой-то дополнительный запрос. А другая совершенно история – это навигация. Когда вы нажимаете, и вы не выполняете действия, а вы переходите куда-то вместо какое-то другое. И, соответственно, это навигация. Для навигации у вас используются ссылки. Конечно же, бывают промежуточные какие-то ситуации, и, в принципе, на самом деле, как вы можете посмотреть в нашем учебнике, кнопки, секрет в том, что тоже могут использоваться для навигации, особенно в окнах диалогов в операционных системах. И я могу вам привести простой пример. Вот у вас есть окно какое-то, и в нем есть кнопка настроить. Вот если у вас кнопка, на которой написано настроить. Что это такое? Ну, даже не так. Просто настроить написано. Неважно, да? Это, очевидно, команда, потому что здесь есть действие, и вы знаете, что если вы нажмете, у вас что-то настроится. Поэтому это кнопка действия. Дальше. Предположим, там написано настроить, но с многоточием. Что это? Это тоже, конечно же, команда, и вы понимаете, что оно просто настроится не сразу, а сначала вас спросят, что там надо настроить. Предположим, шрифт какой-то. То есть, это тоже самая кнопка, но это кнопка действия, это кнопка команды. И третий вариант, можно представить себе тоже в каком-то окне диалога, предположим, у вас кнопка, на которой написано настройка. То есть, это что значит? Это значит кнопка, при нажатии на которую вы попадете куда-то, переместитесь в какую-то некую настройку. И, соответственно, в этом случае это просто используется именно функция навигации. И в этом случае оно могло быть и кнопкой, а могло быть и ссылкой. Конечно же, мы говорим о каких-то веб-приложениях для навигации гораздо более естественно использовать на сайтах в навигации ссылки. Но разница заключается именно в этом. Ну да, и, соответственно, если можно еще себя внутренне помочь проверить, что если мы говорим о команде, о действии, связанном с каким-то глаголом, это понятно из команды. А если мы можем умственно добавить к этому слову, которое там написано, некое перейти или открыть, открыть настройку или перейти в профиль, перейти в аккаунт какой-нибудь. Но этого может быть не написано, но если вы добавляете работать, значит, это навигация. И тут, собственно, все понятно. А при за самые интересные вопросы я, конечно же, хочу вручить Александре за ее вопрос по поводу, где у нас команда, где у нас навигация, потому что, конечно, этот вопрос у нас очень подробно изложен в книге Ильи Бирмана «Пользовательский интерфейс». И, собственно, предложить я хочу полгода бесплатной подписки на этот учебник. Остальные, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Что вы думаете, какое у вас мнение и ваши советы тем, кто задавал вопросы. И, конечно же, сами присылайте вопросы. Это можно сделать как в комментариях прямо здесь, так и, собственно, в форме на сайте.